ну что а вот а вот и мы так это мы так там вот кто то есть я проебал и 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 с на не может так и должно быть я не знаю ну вот опять это скачок не 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 а я слов а а м да е а ее просто для поставить Что-то съебаться было, по-моему, что-то. Решили освежить воспоминания, капитан? Ну вот. Вы явно удивлены. Вы так старались взорвать сингулярность. А, ну вот, конец. Сейчас здесь будет выбор. Вроде бы три выбора. Ну, отдайте мне МВБ. Редко стойте. Мы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. История пишется победителями, а вы проиграли. История пишется победителями. Точно. Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Вы изменили его судьбу. Теперь вам придется изменить ее снова. Демичев не должен выжить. Не выйдет. Вы уже однажды пытались. И не сумели. Капитан Ренко. Вспомните, кто был там помимо меня. Ренко, постой! Демичева нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав. Вы и есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придется остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Баррисов. Вы определенно не вправе давать такие указания. Ренко, не слушайте его. Вы можете спасти мир. Казалось бы. Капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Трутнем и Зулия. Я подарю вам новую жизнь. Там все, о чем вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренко, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь! Посмотрите, сколько зла он уже причинил! У каждого реформатора были критики. Ренко, он не реформатор. Он убийца миллионов. Диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность. Вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм, какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Парисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, Капитан. Так, теперь у меня есть варианты событий. Так, ну что, начнем с того, чтобы первая концовка, мы вернемся. И застрелим в себя. И умираем сами. Молот 2-1, красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство каторги 12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Не знаю, зачем они нас сюда посылают? Тут же нет ничего интересного. Военная разведка, сборище клоунов. Молот 2-1, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, красный борт. Сколько раз видел, не надоедает. Молот 2-1, молот 2-1, ложная тревога. Повторяю, ложная тревога. Задание отменено. Летите домой. Ха, ну что я говорил. Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ? Да, товарищ. Ну что, теперь вторая концовка. Давайте выберем сторону Демичева. В глаз тебе прям. Генеральный секретарь Демичев единственный, кто выжил на каторге 12. Имя Барисова стерто из истории. Обладая мощью МВП, вы вместе с Демичевым управляете сингулярностью. Каторга 12 стала поворотной точкой, позволившей Демичеву разгромить последние остатки сопротивления. Став главнокомандующим, вы превратили армию Демичева в несокрушимую силу. Вы даже нашли применение существам с острова. Вы используете их для первой атаки во всех крупных сражениях. Миллионы людей загнаны в трудовые лагеря. С помощью сингулярности и несокрушимой армии вы уничтожили последние остатки бунтовщиков. Группа МИР-12 поначалу оказывала сопротивление. Но МВП не оставил им ни единого шанса. Через несколько лет советская диктатура дает первые трещины. МВП и ваш опыт применения современного оружия приумножают ряды ваших сторонников. Некоторые даже считают, что у вас больше власти, чем у Демичева. Осознав опасность, Демичев тайне начинает разработку экспериментального оружия на территории бывших США. Поговаривают, будто он создал свой МВП. Столкновение неизбежно. Мир снова втянут в холодную войну между двумя сверхдержавами. Ну а теперь убиваем Демичева. Пью! О боже, он мертв. Капитан, вы только что убили самого влиятельного человека в мире, но это ничего не меняет. Чтобы исправить ход истории, вам нужно вернуться в прошлое и помешать спасению Демичева от пожара. А если я тебе тоже впущу? Капитан, нет! Все сведения о Е-99 и каторге 12 пропали с гибелью Барисова и Демичева. Вы бесследно исчезли. Вас слагают легенды. Многие считают, что вас вообще не было. Местонахождение МВП неизвестно. Тела Демичева и Барисова были обнаружены лишь через несколько недель. Убийцу так и не нашли. Смерть Демичева ослабила хватку советской мировой диктатуры. СССР быстро распался на множество враждующих государств. Миллионы людей по всему миру гибнут в локальных конфликтах. Мир-12 постепенно увеличивает свои ряды и влияния. Не прекращая борьбы с советской армией, группа начинает поиски убийцы доктора Барисова. До сих пор они не увенчались успехом. После того, как МВП вывезли с каторги 12, сингулярность стала нестабильной. Мощный взрыв уничтожил восточное побережье СССР, затронув даже штат-тюрьму Аляска. Стая тварей с каторги 12 проникла на материк и наводнила новый Китай. По слухам, неизвестные войска постепенно оккупируют бывшие США. Личность командира неизвестна, но говорят, этот безжалостный человек уничтожит всякого, кто встанет у него на пути. Судя по всему, его цель – мировое господство. Его армия растет с каждым днем. Люди считают, что он обладает невероятной силой, словно повелевает божьей десницей. С этой нашей барышней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это вот она написала о том, что Ренка придет, ведь все встало на свои места.